51 год с гордостью, честью, достоинством несут вахту часовые поста памяти. Сменялось поколение за поколением, оставалась неизменная история. История, которую помнят и чтят белорусы. На генетическом уровне в нас заложена память о наших предках, павших в годы Великой Отечественной войны. Пост памяти, школу мужества и патриотизма прошло более 100 тысяч юноармейцев. Пост памяти уже долгое время находится под руководством ответственного, любящего и знающего свое дело человека Игоря Чекалова. Именно он дает молодежи то самое правильное патриотическое образование, которое подкрепляется делами. Он на своем примере учил и учит юноармейцев быть настоящими защитниками своей родины. Пост памяти – это жизнь. Это жизнь. Это не просто место работы, это то дело, которому я посвятил все свое время. После увольнения в запас среду вооруженных сил. Прежде всего, это школа как для меня, так и для детей, наверное, где они учатся работать в команде, приобретают какие-то знания о своей малой родине, навыки в организации несения вахты памяти у вечного дня Брестской крепости Герой. Пусть памяти для каждого, наверное, брещанина – это не просто символ, символ мужества, это символ какой-то преемственности поколения, истории, это дань уважения к нашей истории, это момент, когда надо вспомнить в очередной раз о подвиге нашего народа, о подвиге наших отцов, прадедов и отдать частичку себя при внесении вахты, отдать частичку себя в сохранении этой истории, в сохранении преемственности поколения. Поэтому это очень важное мероприятие, я считаю, и каждый брещанин, на мой взгляд, должен пройти через это. 51 год, каждый день в дождь и снег ребята у вечного огня непрерывно несут вахту. За всю историю существования на пост номер один заступило более 100 тысяч юноармейцев. Кто-то сейчас живет в Бресте, кто-то в другом месте. Но заряд любви к родине, который был заложен в юности, помогает бывшим и нынешним юноармейцам найти себя и выбрать правильный путь в жизни. Начиналась дневальная почетного караула, очень случайно попала, несмотря на отбор. Но, видимо, присмотрелись учителя, что достаточно была активной девочкой, закончив 7 классов летом, вот не хватало дневальных, поэтому пригласили мемориальный отряд, несмотря на лето, я с удовольствием согласилась и не пожалела. И потом доросла до начальника. Тогда еще можно было, чтобы девочки были начальниками караула, сейчас уже более строже к этому подходит. Потом, когда уже запретили, ну не запретили, а уже решили, что мальчики должны возглавлять мемориальный отряд, все-таки это будущие защитники, тогда уже была должность комиссара мемориального отряда. Застало все поры года. И осень, и дождливую, и солнечную, и зиму, и лето жаркое, когда мальчишки приходили с поста, а у них на рубашках были отпечатки от пота, от ремня, на оружие, которое они держали. Но, несмотря на это, несмотря на возраст, кажется, все равно, действительно, мы выполняли клятву, которую давали при вступлении на пост памяти, при заступлении на пост памяти, что стойко, несмотря ни на что, охранять пост, вечный огонь, нести службу, ни на что не отвлекаясь. Пост памяти – это очень почетно, так как в мемориальные отряды школ попадают только лучше. И мне очень нравится находиться в составе почетного караула от нашей школы. Я очень хотела почтить память павших героев, поэтому решила пойти в почетный караул. Я заступаю второй раз. Нести вахту памяти, с одной стороны, сложно, так как есть много обязанностей у каждого должностного лица почетного караула, но все эти обязанности не настолько сложны, поэтому их, в принципе, можно исполнять. Пост памяти, по большому счету, это маленькая армия. Настолько здесь все четко, серьезно и ответственно. Сегодня без поста под номером один невозможно представить себе современный город Брест и историю Брестской крепости. И наш долг перед героями Великой Отечественной войны сделать так, чтобы вечный огонь памяти горел в наших сердцах и сердцах будущих поколений, как знак великой благодарности всем, кто отстоял мир на земле.